Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Сегодня я решил, скажем так, провести вечер на реке. И вот выдвигаюсь я, скажем так, в направлении речки. На Дальнем Востоке у нас весна была ранняя, но она затянулась. Можно сказать, ранняя длинная весна. Можно это дело вот так вот характеризовать. И вот сегодня выбрался такой момент, что решил я все-таки съездить и посмотреть, началось ли у нас какое-нибудь движение на реке. Потому что уже сигналы приходят, что вроде чего-то начинает маленько клевать, дыбать, как говорит мой друг Александр с канала «Простая рыбалка». Вот мы сегодня решили, вернее, я сегодня конкретно решил проверить, что будет дыбать у нас. Да, красиво. Весна уже, можно сказать, закончилась. И лето пытается вступить в свои права, но все равно бывает еще холодновато. Мы проезжаем маленькие горные речушечки. И вот здесь какой-то зяблик дедушка с какого-то там дачного участка решил совершить маневр. Вот еще один прекрасный вид на Большой Хекцир. Это то место, где водится самая большая кошка в мире. Классифицируемо как уссурийский тигр. Да, это и то место, где водится дальневосточный леопард. Очень редкие животные, очень уникальные. Хекцир у нас является заповедником. Вот здесь вот они у нас и все водятся. Там тоже граница с Китаем. Иногда наша кошка ходит к китайским фермерам покушать, отведать китайского хозяйства. Там поросяток, коровок и всего такого. Но все равно, как бы то ни было, наша кошка уссурийская все-таки патриотка. Возвращается она обратно, потому что покажут в новостях, что съела там у китайского фермера по хозяйству, нажралась и обратно вернулась к нам в Россию. Вот такие наши дальневосточные тигры. Видно, продукция мясная у китайцев не очень высокого качества. И наши дальневосточные тигры возвращаются обратно, чтобы отведать натуральные кабанятины и зубрятины, попробовав их трансгенное мясо. Я вот знаю, зрители от меня, многие уже давно хотят посмотреть, как выглядит наша дальневосточная рыба, как она ловится. Но по определенным условиям я вот не мог предоставить такое видео снять. Вот сегодня у меня будет, грубо говоря, попытка номер ту, показать подписчикам и зрителям, и гостям моего канала, что у нас ловится на Дальнем Востоке. Вот мы видим первых рыбачков. Заявлых люди пытаются ловить, невзирая на свои, вот как я вижу, физические возможности. Респект и уважуха такому человеку. Такие люди у меня вызывают уважение, несмотря на то, что вот он инвалид, он все равно рыбачит. Пытаются жить полноценной жизнью. Вот мы уже добрались до нашей искомой точки, подъезжаем. Сейчас я поставлю машину. Погода мне пока очень нравится. Посмотрим, вот как будет себя вести наш хищник. Видно, что вот прямо в береговой линии, наверное, скорость течения, наверное, будет в районе 3 километров в час. Может быть, даже 5 километров в час, буквально в метре от берега. И течение очень даже большое, не говоря, что подальше течение будет гораздо больше. То есть вот, видите, сразу же пошел снос. То есть река со своим быстрым течением, несмотря на ее размеры. Видим в данный момент берег у нас каменистый. Вот такой берег, скажем так, любят и уважают большинство амурского хищника. Ну вот, что хочу сказать. Вот я с собой в машине почти всегда вожу свое рыбацкое. И вот сегодня у меня я взял с собой, скажем так, свой такой основной ударный комплект. Это три спиннинга Black Hole. Один спиннинг у меня очень-очень старый. Про него я снимаю видео. Это Black Hole Conquest. Длина его 2,70. Тест 8,38. Вот. Здесь есть его нагрузка лески или шнура в либрах. Вот он. 2,70. Тест 8,38. Это такой универсальный спиннинг. По видаши у меня виды. И для амура он очень даже неплох. Будет более такой универсальный. Потому что в амуре водятся такие хищники. Так как мы будем делать береговую ловлю, да. То есть такой спиннинг 8,38 с тестом, да. И длиной 2,70. Для береговой ловли будет неплохо. Для дальнего заброса. Также будет у меня применяться и более легкий спиннинг. Можно сказать, классу Лайта. Это тоже Black Hole. Magic Breeze длина 240. Тест 4,18. Ну, это может быть я и не все спиннинги буду сегодня эти применять. Я сначала прощупаю, на какой дальности будет у нас клевать хищник. Потому что подходят такие сигналы, что говорят, берут на дальности 50-80 метров. Верхогляд, то есть к берегу он не подходит, да, кормится. От этого на всякий случай я взял что-то подальнобольное, да, и потяжелее на дальность, да, чтобы более крупного хищника пытаться бороться, да. И вот что-то более к лайтовой теме, да. Ну и взял, соответственно, уже хэви тяжелый спиннинг. Так, это тоже у меня Black Hole. Этот спиннинг Endespundent Special Edition. Длина его 2,90, то есть 20,75. Это тоже вдруг придется работать по дальней дистанции на крупного хищника. Может быть сказать на очень крупного, что в принципе я сомневаюсь, что в данный момент к берегу такой хищник может подойти. Конечно, это будет больше рассчитано на желтощёка. Вот такая растестовка. Может быть придется докидывать, кидать большими тяжелыми блеснами на этого хищника. Ну, в любом случае, сейчас я попробую сориентироваться. Вот ко всему этому комплекту спиннингов у меня уже подобраны свои катушки. То есть для Лайтового это тысячный заобер. Это я сегодняшний взял заобер четырехтысячник. Это у меня для 20,75 для Endespundent. И для Конквеста очень хорошо сочетается с балансами со всем это Twin Power 2500. Для каждого спиннинга у меня выбраны катушки. Ну и приманки у меня тоже море. Так что показывать все сейчас остальное не буду. И думаю, я сейчас, наверное, начну с BlackHawla Conquest с катушечкой Twin Power 2500. И будем пробовать. Ну что, будем собираться. Так, ну вот. Собрал я два комплекта спиннингов. Это Conquest 838 и Endespundent Special Edition 2075. Вот, собраны два спиннинга. Вот сегодня я ими пока буду пробовать, что получается. В приманке в моем арсенале это будут разные всевозможные колебалочки. Вот можно посмотреть. Ну тут у меня много всяких приманок на любой цвет и вкус есть. Но начну с колебалок, потому что амурский хищник хорошо отзывается на колебалки. Пока не буду делать какие-то рекламы каких-то там специальных блесен, там еще чего-то. Могу сказать так, что амурский хищник реагирует на любые колебалки, даже на самые дешевые, на китайские. Главное, чтобы они были определенных цветов. Лучше всего рекомендую это белый зеркальный цвет. Вот, например, вот из таких вот это у нас. Здесь у меня блесны Смит. Вот Смитовские блесны. Вот такие вот белые. Иногда, вот видите, они у меня разных цветов. Вот такие вот Смитовские блесны зеркальные, белые, серебристые, хорошо работают по амурскому хищнику. Ну вот, самый главный атрибут, это вот такая вот мушка на конце тройника с таким оперением. Как связать, я на видео у себя показывал. Амурский хищник очень хорошо реагирует на него. И я бы даже сказал, что иногда даже работает вот мушка с флюоресцентным оперением. Даже без оперения, просто вот серебряная тельца, да. Вот сейчас я покажу на спиннинге. Вот. Просто тройник. Серебряное тело и просто вот оперение флюоресцентное. Вот на такое он хорошо реагирует. То есть к любым блеснам колеблющимся я ставлю вот такие вот, как бы небольшие свои доработки. Это оперение. Ну вот, давайте попробуем. Давайте возьмем тяжелый хэви спиннинг. Посмотрим, что у нас будет с дальностью заброса. Спиннинг, как я говорю, Black Hole Endespudent. Катушка у нас применена за Uber 4000. Вот такая шнур у нас Power Pro 8 сил к 0,35. Блесна Космастер 50 грамм. Тройник у нас Увнер с оперением. То есть вот 50 грамм, скажем так, скушать. Амурскому хищнику это совсем даже нормальное явление. В порядке вещей его атаковать. Ну, сейчас этим спиннингом постоянно рыбачить не буду. Я сначала более, скажем так, легким. Посмотрю, попробую. Сейчас нужно просто хотя бы выявить наличие хищника. И попробовать такие, скажем так, пробивные блесны, которые просто определят его наличие. Начинает ли он еще брать или не начинает. То есть, а потом уже видно, если хищник себя проявит, да, можно будет уже пробовать что-то уже другое, менять тактику. Попробуем просто дальность заброса данного спиннинга. Ну, бросок был не сильный. Шнура тут 120 или 130 метров. Новый шнур размотало очень неплохо. Я бы сказал, наверное, метров на 80 или на 90 это, наверное, гарантированно. То есть, видно, что такой комплект спиннинга выполняет очень неплохие забросы. Хотя, если шнур поставить поэшный, то, хотя-то тоже восьми, скажем так, восьмижильный шнур. Восьмижильные шнуры все однозначно лучше вылетают, чем четырехжильные. Ну, вот, если поэ, то будет еще дальше вылетать. Вот, течение очень быстрое. Делаем контрольную проводку. Хищник в Амуре есть пиологический, который не обязательно будет у дна, который будет у нас ей ловиться в толще воды. О! Вот тут очень сильно размотало. Думаю, наверное, 100 метров есть. Точно не могу сказать, но около сотки точно. Могу, в принципе, кинуть вдоль берега и померить расстояние, но это я как-нибудь такие тесты сделаю попозже. Если будет подходить крупный верхогляд или желтощек, то, в принципе, вот с такого расстояния его можно зацепить. Космастер это у него одна из любимых приманок у нашего пиологического хищника. Катушка 4000 заобер с таким весом приманки справляется очень даже неплохо. Тянет безо всяких этих, очень достаточно хватает и тяги заоберу. Видно, как отрабатывает отлично. Космастер большой. Да, отличный, хороший дальний заброс. Это то, что нужно для Амура. Сейчас попробуем положить на дно. Все уже по дну покатилось. Я очень четко почувствовал приманку. И начинаем медленно проводить у дна. Вот по кончику спиннинга можно видеть, как космастер отрабатывает свою работу. Видите, кончик начинает изгибаться, играть. Вот она. Вот если в такой режим поддерживать такие скоростные условия, когда космастер вот так вот отбивает кончик, в этот момент всегда происходят, вот они поклевки, вот он отрабатывает прям четко. Это значит, оптимальная скорость рабочей точки блесны у нас задана. Вот. Вот видите, как кончик отрабатывает. Не знаю, видно или не видно на экшн-камеру. Все, пошла береговая линия, начинает больше цеплять, я поднимаю спиннинг вверх и начинаю увеличивать проводку со ступенчинами. В принципе, если он его провожал, в хищник приманку, то он может дойти до самого берега и атаковать, когда его уже прижмет вдоль берега течением. Видно уже мелко, никакого крупного хищника не идет. Вот это я вам просто рассказал, примерные тактики амурского хищника. Ну а дальше мы посмотрим, что мы сможем поймать. Вот такой непракой комплект, сегодня я тоже им буду работать. Так, это у нас Blackfall Conquest 838 test, катушка у нас Twin Power 2500, шнур у нас Varivas Sebas 018, по факту шнур толще. Блесна у нас фирмы Damm FZ, вот таким образом она выглядит. 16 грамм. Вот это вот будет наше поисковое орудие на средних, ну и относительно к дальним дистанциям, метров где-то, я думаю, на 60-50, мы будем эту приманку 16 грамм кидать уверенно. А шнур еще тормозится, затянулось, надо будет пулю маленько размотать, чтобы слежался шнур, скатался, слышно он затрещал, придется его маленько размотать, чтобы потом уже пошли дальше адекватные, нормальные забросы, вот течение его быстро сматывает, благо течение у нас на Амуре быстрое, вода для Амура чистая. Ну все, этого нам, я думаю, будет достаточно. Сделаем первоначальную укладку леску, с мокрым шнуром, чтобы делать уже нормальные, адекватные забросы. Спиннинг у нас длиной 2,70, должен он бросать. Отлично эту приманку 16 грамм, тем более шнур варива Себас, это поешный шнур, от известного концерна Моррис. Да, метров 50-60 тут имеется. Если поставить что-то потяжелее, грамм 20-25 как раз будет нормально. Ну и попробуем загнать блесну в рабочую поверхность, на рабочую скорость. Вот. Видим, все, кончик начал отыгрывать у нас на Блэкхолле, на Конквесте. Спиннинг у нас со сверхбыстрым строем, можно так назвать его в динамике, в статике тоже. Можно сказать, так называть для джиговой ловли, но джигом я не рыбачу, на Амуре у нас немного, кто рыбачит джигом. Хотя есть любители. Вот это будет у меня сегодня поисково-ударная сила, этот комплект. Им я, конечно, буду искать. Ох! Чувствую, какие-то удары, какой-то совсем малец два раза щелкает. Интересно, что такое. Это, конечно, не зацепы. Я четко чувствую. Вот, всплеск произошел, кто-то идет. Какие-то малыши атакуют вот эти вот. Не знаю. Это, наверное, скорее всего, криворота или еще какая-то мелочевка. Но тройник у меня размерами совсем не детский. Это второй номер. Так что шансов более мелкой рыбе заглотить нет. Вот это, 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 красавец. Кто это у нас такой? Прямо на короткой дистанции вот. Схватил у нас. Ой-ой-ой. Вот он наш представитель. Какой он красивый. Прямо вообще красавелла. Это у нас широкород, уважаемые. Схватил прям на короткой дистанции. Глаза у него красненькие. Вот, смотрите, какая у него интересная пасть. Научное название этой рыбы я не могу вам сказать правильно, потому что я сам не могу определиться. Но их называется широкород. Вот смотрите, какая у него интересная пасть. прям как клык торчит. Вот. Видите? Вот. Прямо как клык. Очень красивый, интересный вид вот такой вот. Произошла поклевка. Вот они и гоняют. Вот у него какая пасть. Прямо вообще очень красивый. Мы, конечно, красавца отпустим. Спасибо тебе за поклевку, красавец. Беги. Ой, как шустро побежал. Молодец. Отличная поклевка была. Вот он у нас позарился. Вот его называют широкород, потому что тройничок-то у нас второго номера. Очень даже не мелкий. Вот как он умудрился схватиться и сразу же тут уже сорвался. Прямо на короткой дистанции. Но не его мы, конечно, ловим. Это нас неожидаемый наш трофей. Это такой побочный эффект. Если, конечно, взять сейчас тут ультралайт, то тут можно их косить, я думаю, сотнями этих широкоротов. Всевозможных там чебаков, троегубов. Их тут вдоль берега просто кишит. Проводишь блесну, чувствуется, что они раз по пять ее тыкают. Но тройник у меня очень для них большой. То есть, если взять ультралайт, их тут можно сотнями косить. Но ультралайтами я не занимаюсь, я не браконьер. Так что мы ловим нашу другую рыбу. Погода у нас испортила, смотрю, совсем. Я продолжаю рыбачить. Но идет уже мелкий дождь. Такой уже основательный. Видно, что небо уже совсем темное. Но я все равно продолжаю рыбачить. Как истинный рыболов я не сдаюсь. Я верю, что рыба есть. От этого я продолжаю рыбачить вне зависимости на погоду, на похолодание, на ветер. Только настойчивым поддается рыбалка. Вот приехали мы. Было идеально. Чистое зеркало воды. Буквально погода портится на глазах. О! Вот он еще один. Клиент выпрыгивал аж в воздухе. Я блесну вынимать. Он аж за ней в воздухе побежал. Это, конечно, тоже был, как я понял, широкорот. Вот. Прямо решил ее ужалить в воздухе. Тычков их очень много сегодня было. Этих широкоротов. Но тройник у меня большой. Чтобы отсечь всю мелкую рыбу. Мой интерес, это не они. Зверюга еще один. Вот он, настоящий зверь. Еще один широкорот. Или криворот. Это у нас второй. Ну какой. Ого. Какой ты красивый. Ну-ка, ротик открой нам, чтоб народ весь испугался. Нет? Конечно, мы тебя отпустим. Малыш, сейчас мы на тебя полюбуемся. Вот такие у него красноватые глаза. Вот такой у него большой ротик. Отпустим, отпустим, не бесит. Вот такой у него огромный рот. Вот. Видите? У него прям такая, как зуб торчит. Я его называю широкорот. Не знаю, как его еще называют. Иди гуляй, малыш. Ох, побежал красавец. Зверюга. Мне это интересно, как они на такую блесну, с таким тройником, как они заглатывают. Ну просто шок какой-то. Таймени, что ли? Там крючок почти таймешачий стоит, блин. Еще одни широкорот делают удары. Приманку менять я не собираюсь, потому что я четко, ясно знаю, шило на мыло менять, что если рыба есть, она однозначно на эту приманку отработает. Вот он, вот он прям бежит и атакует. Красавец. Ой, ушел. Меня увидел, убежал. Вот еще выход одного широкорота. Их здесь очень много по берегу. Я бы сказал, блин, бесчисленное количество. Если здесь рыбачить на что-то маленькое, кто любитель ультралать, здесь, конечно, можно оторваться по полной программе. Рыбы, несмотря на свой небольшой размер, эти широкороты очень бойкие, очень красивые. И в свое время я слышал от местного населения, конечно, не на Амуре, а тоже, скажем так, на Дальнем Востоке, что их засаливают, как селедку. И, говорит, очень жирный и вкусный этот широкорот. Вот так быстро меняется погода на Дальнем Востоке. Я опять стараюсь приложить максимум своего мастерства, чтобы поймать рыбу. Вот опять удары. Скорее всего, это опять были широкороты. Вот еще один. Вот он как взялся. Вот он, красавец. Вот такой зверюга. Вот с такой пастью. Видите? Как они умудряются поцелить. Ой, какой красавец. Прям как крокодайл вообще здесь. Мы тебя отпустим, конечно. Давай, беги. Все. Так. Утопил я приманку сейчас, зацепил. Поменял я теперь тоже. Дамовскую блесну FZ. Но только поменял я сдвоенную погремушку. То есть, видите, она вот. И состоит из двух блесенок. Как бы. Две половинки. Вот. И она как бы вот. Между кольцами крепится. И как погремушка. Видите? Ездит. Вот таким вот образом. Она бренчит. Поставил такую. Сдвоенную. Тоже неплохо работает блесна. Посмотрим. Поищем. Это хищникой теперь. Вот такой блесенкой. Пока меня переплеснулся у меня. Шнур вокруг кончика. Несколько раз. Вот. Смотрю, над городом там появилась радуга. Даже двойная. Светит две радуги. Хороший вид. Но меня это не радует. Потому что рыбы нет. Вот. Вот из-за чего я не люблю пешные шнуры. Что когда происходит небольшой зацеп. Пешные шнуры. Они очень слабенькие. Особенно варилось. Летит вот варилось. Конечно, хорошо вот этот сибас. Но на разрыв он вообще никакой. То есть, как бы сказать. Только ради, что далеко кидает. А на прочность держания на узле шнур варилось. И, конечно, устойчивость к абразиву у шнуров варилось просто никакое. Цена его, конечно, заоблачная. Многие люди его хвалят. Но мое мнение, что это тот шнур, который не стоит этих денег. Это варилось. Ну все. На этом мы практически нашу рыбалку заканчиваем. Сейчас еще несколько забросов на уходящий день и на удачу тем рыболовам, у которых сегодня только будет вечерний вечер. Рыболовный. Это для тех, кто живет на западе. Все кто-то уже в это время к вечеру хочет куда-то пойти на рыбалку. Всем западным рыболовам привет от меня. Ну и удачной рыбалки. Вот уже на мосту включилось освещение. Фонари. То есть до темноты осталось уже совсем немного. Радуга все так над городом висит. Это мой крайний заброс. И я буду сматываться снасти. На этом моя рыбалка заканчивается. Всем спасибо за внимание, уважаемые. Кому нравится, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. До свидания. До новых встреч.